Привет всем друзья, с вами Серега и я просто не могу вам показать как меня переполняют эмоции. Реально годный обнова, который заслуживает лайков, респекта и уважения. Новая спецоперация Чернобыль. Иногда нужно отдохнуть от Warface и пойти поиграть в похожие на него игры. Или же те, которые в разы лучше. Crossout это постапокалиптический ММО экшен, в котором вы сможете собрать из десятков деталей бронемашины уникального дизайна. А затем сразиться на ней в жарких многопользовательских боях. А в PvE миссии Crossout игрокам предстоит показать, на что они способны в битве с противниками, управляемыми коварным искусственным интеллектом. Опытные игроки также смогут создавать своих собственных стальных монстров и отправить их сражаться с другими пользователями в специальных PvE миссиях. Игра реально стоящая, я советую вам скачать и поиграть ее, я уверен вам понравится, ссылку на игру вы найдете в описании. Я даже не знаю, что в принципе тут можно сказать. Я просто надеюсь, что они не заговняют эту спецоперацию, потому что первый раз по поводу того, что Warface добавит спецоперацию в легендарном Чернобыле. Где-то месяц назад я услышал, может быть два месяца назад. Даже написал Хаймзону, типа где Чернобыль. Но он естественно такой, нет, я ничего не знаю, иди ты нафиг отсюда. Но в итоге, как нам показывают, что спецоперацию Чернобыль реально добавят. И что, в принципе, нам пока известно, кроме вот этого маленького отрывка в трейлере. Бойцы Чернобыльской АЭС, одни эти слова заставляют воображать рис, рисовать картины, запутанные ужасы. Хотите увидеть все это своими глазами? Скоро это станет возможным в Warface разработке. А разработчики анонсируют новую спецоперацию с рабочим названием Припять, в котором игрокам предстоит высадиться над территорией заброшенного города и разгадать его мрачные тайны. Эта спецоперация обещает быть одной из самых масштабных и запоминающей в истории игры. Принципиально новые противники, внезапные опасности, непровизойденное детальное окружение, непредсказуемые сюжетные повороты, неповторимая атмосфера заброшенной зоны заставят вас не быть равнодушными. И знаете, только одно слово, Чернобыль, вот только меня вот сразу бросает в некую ностальгию сталкеров. И только вот вспомните эти моменты, когда мы все играли в сталкер. Ну не знаю, может быть тот не играл, но я в принципе пытался поиграть. Я правда не помню, проходил ли я хоть один из них до конца, но просто понимаете, когда я играл, у меня был очень слабый компьютер, у меня этот сталкер лагал. Даже при таких лагах я пытался в него как-то поиграть. И знаете, реально вот после этого всего мне как-то захотелось пойти поиграть в сталкеры, там немножко поностальгировать, посмотреть что да как, потому что вы только вот вспомните. Я уверен, что многих, как бы первые их игры вот связаны именно со сталкерами, у которых естественно компьютер это тот самый сталкер и тянул. Вы только представьте, что админы реально решили стырить у кого-то что-то годное. То есть окей, может быть не стыдь, может они реально сами там карты с нуля будут переписывать, сами там в Чернобыль ехали, все эти локации перерисовывали. Но опять же остается вопрос, то есть они придумают свое, все карты, которые были в Warface, естественно они ниоткуда их не срисовывали. Они просто брали и делали свое. То есть я выражу им огромный, конечно, респект, если они реально там срисовывали карты с настоящего Чернобыля, настоящие здания. Но по кадрам, которые мы видим, мы видим реально некоторые кадры, где действительно видно, что есть здания, есть постройки, которые реально находятся в самом Чернобыле. И если они не залажают эту спецоперацию, не добавят туда всяких ненужных зомби, вот этого говна, который они понапихали в свою вот недавнюю спецоперацию. Кстати, довольно интересно то, что в этом обновлении уже была спецоперация, и в следующее, походу, они тоже хотят добавить. Ну потому что типа скоро все дела. Я, конечно, понимаю, что скоро это понятие для их мнений, по их мнению растяжимо, но надеюсь, что это не особо будет долго. И где-то в этой обнове, либо в следующей, они уже добавят эту офигительную спецоперацию, конечно, которую я просто обязан буду пройти. Если она, естественно, затянет, то не один раз. Хотя мы все понимаем, что спецоперация у нас в игре точно не на один раз. И если они не залажают, они реально постарались, надеюсь, на эту спецоперацию. Реально сделали все качественно, хорошо. Не понапихали всякой ненужной фигни, типа, опять же говорю, зомби. Сделали реально клево, и она будет самой лучшей в игре. Потому что даже сами админы, как написали, что это будет самая масштабная, как бы самая масштабная спецоперация. Надеюсь, она будет долгой. Может быть, они там не впихнут свои фигни, типа, с Абирона Уайтом. То есть, реально сделают что-то интересное. Потому что вы только реально вспомните, как вот мы играли в Сталкер. То есть, я даже ради этого решил скачать тот же самый Сталкер. Как бы записать геймплейчик, поиграть в него. И знаете что? Мне понравилось, и скорее всего, я вот так вот сейчас моментиком пройду все же Сталкер. Еще раз, может быть, не еще раз. В принципе, вроде как. В любом случае пройду. Заценю все это дело. Потому что реально меня охватило. Просто очень сильно, чуваки, охватило. Пишите ваши комментарии, поддерживайте видео лайком. Если вам тоже очень сильно хочется, чтобы добавили поскорее эту спецоперацию. Потому что мне реально кажется, что будет что-то годное. Вот реально что-то годное. Наконец-то они сделали что-то хорошее. Потому что, мне кажется, вот Чернобыль, вот Сталкер. Да, вот эти две игры, если искрестить, это будет реально что-то интересное. Потому что кто-то играет в Сталкер. Кто-то очень любит Сталкера. Кто-то до сих пор ждет, что выпустят новую часть Сталкера. А некоторые играют в Warface и добавляют карту Чернобыль. Которая немного покажется тебе вот типа Сталкера. Потому что, ну, сами понимаете, Сталкер, День Чернобыля, все дела. Это очень, чуваки, круто. И в связи с этим я решил подкинуть админам охрененную идею. Думаю, вам эта идея тоже понравится. Естественно, все мы любим спецоперации. Все мы крабим, да? Но не все, опять же, это делают. Ну, может быть, на один раз подойдет, да? Вот пройти эту миссию даже тем, кто не играет в ПВЕшки. Ну, потом они, в принципе, ну, блин, это же ПВЕ. Нахер это им надо? Я предлагаю ввести карту Припять в ПВП. То есть Чернобыль, карта Припять в ПВП. Неважно, какой подрыв, командный бой. А можно туда и туда. В принципе, почему нет? Это, как бы, множество, множество карт, которые у нас сейчас есть в ПВП. Они перерисованы с ПВЕ. То есть, вот, взяли какую-то локацию маленькую, обделили ее, там, бочки поставили. Просто вырезали ее и добавили на ПВП. Множество есть таких карт. И я уверен, что все просто согласятся, что нужно Припять, Чернобыль, добавить в карту на ПВП. Вы только представьте подрыв на карте Чернобыль. Насколько, твою мать, это будет охрененно. Естественно, это не такое масштабно, как ПВЕ, потому что, опять же, ПВЕ, они же там сюжетку туда еще засунули, да? То есть, сюжет сделают, все дела. Меня просто переполняют эмоции. То админы добавили охеренные подарки за вход в игру. Теперь анонсировали офигенную новую спецоперацию. И, скорее всего, если мы, друзья, с вами поддержим видео лайками, расскажем друзьям, напишите ваши комментарии. И админы еще добавят такую карту на ПВП, может быть, не сразу, но потом найдут какой-нибудь момент, вырежут это все дело и добавят на ПВП. И будет просто охрененно. Вы только представьте, какая атмосфера, сама атмосфера игры. Мне чисто вот скачал Сталкер, то есть, графика замечательная. Знаете, я реально как будто сейчас играю в Сталкер, я думаю, что, блин, да это же Варфейс, то же самое. У нас такая же твою мать графика, хотя какие года, да, разные. То есть, все равно, даже если бы тут графика, в принципе, была бы плохая, сама атмосфера, то есть, атмосфера вот этого Чернобыля, атмосфера детства, когда ты играл в этот Сталкер, это просто незабываемо. Это просто вот охрененно. И я уверен, что после этого, после этого видео, после анонсирования Чернобыля, многие из вас скачают старый добрый Сталкер, пройдут его еще раз. Кто не проходил, обязательно пройдите, эта игра просто замечательная. Она, конечно, не особо легкая тут, как бы, не нужно в России, тут нужно побольше думать, потому что, ну, сами понимаете, как бы, такая серьезная игра Чернобыль. Но она очень, чуваки, интересная, и кто ее до сих пор не прошел, не проходил, обязательно поиграйте. А кто, естественно, проходил, играл, обязательно скачайте и сыграйте еще раз, потому что игра реально стоящая, игра реально классная. И вот пока я буду ждать, сука, я просто не могу, я уже реально сижу и жду, когда, твою мать, эту спецоперацию добавят, потому что она будет охрененной. И пока я буду ее ждать, естественно, я буду играть в Сталкер, потому что, чтобы вот на этой волне, в принципе, придерживаться. То есть админы, не знаю, что случилось с ними, то есть подарки за вход, офигенная спецоперация, походу офигенная. Просто, знаете, вот есть сериал, то есть Чернобыль, зона отчуждения, то есть замечательный тоже сериал, правда, опять же, русские лентяи, там, сняли по нему всего 7 серий, и что-то 4-3 год уже снимает до сих пор второй сезон. То есть я до сих пор сижу, жду реально сериал годный, потому что меня реально захватила именно эта чернобыльская атмосфера. И, не знаю, может быть, админы специально сейчас ее выкатили, чтобы многие там на их фестиваль пришли и узнали побольше по поводу этой спецоперации, потому что они сказали, что на этом фестивале там, что ли, геймплей, наверное, покажут, расскажут, что там, в принципе, будет. Но я, на самом деле, не хочу не знать, что там будет, ни геймплей, ни смотреть. Я просто хочу, чтобы ее добавили, я туда зашел и сам все увидел. Мне вот это вот не нравится, что-то там потихоньку что-то увидеть. Потом вот оказывается то, что все, что они вот показывали, это и есть вся спецоперация. Поэтому я по большей степени буду ограждать себя от того, чтобы вот узнать, что там будет происходить, какие там локации будут, чтобы просто зайти и охренеть. И просто охренеть, именно охренеть. Мне вот этих кадров с официального канала Warface будет просто на 100% достаточно, чтобы понять, что спецоперация будет охрененной. Да и я уверен, в принципе, что она будет охрененной, как бы, такую душевную, атмосферную миссию, как бы, вряд ли можно запороть. Так что, друзья, ждем вместе с вами, играем в сталкер, чтобы хоть как-то там, не знаю, ну, понимаете, да, поностальгировать вот это все дело, подождать. Спасибо всем огромное за просмотр. Поддерживайте видео лайком, пишите ваши комментарии, все ссылки есть в описании. С вами был Серега, увидимся, пока. Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Кина американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок, пока кишки по ветками разбросает.